Два для второго номера. Там, кстати, была потеря от Добрича, не было там нарушения правил. Так и осталось четыре замечания у «Целенной звезды». Экзом. Для того же Лазаровича Лидей. Второй номер партизана бросает и попадает. Только раз смазал сегодня из-за дуги Зак Лидей. Сайд-степ. Красивый такой фейк. Четыре из пяти от Зака Лидея. Четыре очка преимущества у гостей. Добрич. Петрушев. Все время успевают, Петрушева. На скорости вот Беру Антич. Восьмое очко для Фенипа Петрушева. Вспомнили Петрушева, он отличился. Теперь Пантер должен что-то забить. Иначе эта теория про то, что наша комбинаторская имеет связь с паркетом, рухнет как подкошенная. Уже не бросает Зак Лидей, а пора уже присмотреться к кольцу. Великолепен Зак Лидей и тут сирену заткнул. Он высматривал его долго и кольцо от него не ушло. Надо отдать ему Лидею должное. На его совести были те две потери. Партизаны, когда они уложили 24 секунды. Он тогда бросал, спузнячок тогда исполнил. И в первой попытке вообще не успел расстаться с мячом. Трифонович нарушает правила. Ему можно. Тем более это первая команда. Команды в любом случае должны накопиться. Потому что это может пригодиться в самой концовке. Это будет тактическая борьба на штабных. Поэтому пора их уже брать на себя. Но пока партизан впереди. Да, фалят сегодня в основном на Петрушеве и на Недовиче. По пять замечаний. Тайм-аут у нас подкрался. Похоже телевизионный тайм-аут. Телевизионный, да. Последний телевизионный в этом матче. Ну и соответственно 4 минуты 12 секунд еще играть в четвертой четверти. Плюс 4. Много четвера точно. Но тем не менее, что есть, то есть. Ну вот, эту рубрику я не пропускаю. Никогда. И посмотрите. Действительно, это не то, что... Боже мой. А кто сегодня? Основной ценитель баскетбола, видимо, сегодня не пришел в Геограде на трансляцию. Поэтому лучше... Перепутал флай момент. Да, в Magic Moment. Да. Мне кажется, это можно во флай момент. Здесь же полетал... Да, тут у полета. Смайлагич. А вот Magic Moment, это, конечно, Данк через Петрушева Маккеса-Лисофт. Ну, по крайней мере, мы с Артуром Погасяном такое себе Magic Moment нарисовали. Вы вправе нарисовать какое угодно. Смайлагич 7 очков при 4 подборах. И тот самый перехват, который привел впоследствии к Данку. Алина Смайлагич. 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 Средина четвертой четверти в матче равных команд, что может быть интереснее. И боевые пятерки появляются на паркете. Пятерки основные, хотелось сказать, но нету почему-то на паркете Имани Недовича. Петрушев зато не фигурировал в старте. Потому что разыгрался к этому времени. Четыре очка подряд набрал Филипп. Лидею пол. Никак он не мог выпустить из своих объятий Филиппа Петрушева. Вот, видите, здесь. Далеко не отпустил. Не страшно. Второе замечание всего лишь. Вильдоса. Вильдоса, Лазич, Добрич, Петрушев и... Кого не назвал? Дмитрович. Дмитрович. Вильдоса полез. Здесь закрыли ему все и не успевает. Не успевает. Петрушев, хотя и попал. Не успевает. Да, Рыжик говорит, я посмотрю, конечно. На всякий пожарный, да. Ну, Ироша уверен, что вода не была после сирены. Смотрим. Да, 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 да. Все, можно не смотреть. 0,1, он только-только готовится к прыжку. Вот уже нули. Да, запоздал. Хорошо, да, у него... Секундомер. Стоп. Стоп. 3,58. 1 секунда. 3,58. А, еще я до секунды прибавил. Отход два раза не вставать, да. Нужно... Можно и заодно посмотреть на секундомер. Ну, повезло сейчас относительно... Партизану, Петушик-то ведь забил этот бросок. И этот мяч добил. Бросок оказался результативным, но, к сожалению, за пределами отключенного временной атакы. Это была его первая треха, кстати. Первая выпущенная. Пантер. По-моему, это уже просто от передачи направо и налево. Сам бросать не хочет. И бросил сам лид-дэй. Был уверен в своем броске. Как же он это делает с зависанием, да, в высшей точке. Мягко-мягко работает кисть. Попробуйте, если вы на любительском уровне играете в баскетбол, попробуйте, выпрыгнете в высшей точке. И вот без судорог расстаньтесь с мячом мягкой кистью. Посмотрим, как это получится. 20 набил. Тем временем, зак лид-дэй, билдоса. Попадает. Попадает лука билдоса. Минус три. Лидеры обязаны это делать. Борьбе эстренозвезда. Никуда из этой борьбы не уходит эта команда. И никто никуда не уйдет. Не переживайте. Пантер тут нарезает круги. Его просто передают по кругу. Ну что, дуэль лид-дэй против билдоса? Никак не могут разменяться. На мисс мяч какой-нибудь. Все залетать не будет. Митрушев от защищался. Шанс равняет счет билдоса. Нахнищил. Опа, 90. И подбор для него. Ай, не попал. Вы посмотрите как. Не будет численного преимущества. 4 в 4 здесь удаление было у тех и у других временное. А у других 5 в 4. Ирино не стал по победам торопиться. Экзон загружает. Такие две вертушки. Нет, не защитно. Фернандо Роша показывает, что палил билдоса. И все равно попрашивает. Зачета. Такие две вертушки. Посмотрите. Раз. Спел, да. Бранько Лазич. В одну сторону довернулся. И с ударом в пол. В другую. Третье персональное замечание у билдоса. Ну и пора выпускать внимание Недовича. Пора выпускать еще Факунда Кампакса. Штрафные. Сейчас это хлеб. Факунда появится у нас где-то через месяц. Какой Майлстоун 500-ый подбор? Подбор. Нехило. Лука Митрович. Лесорт. Два из двух. Два из двух. Самый ответственный момент попадает. Ну и тайм-аут нас с вами ожидает. Плюс пять у битвы двух команд, где титульные спонсоры букмекер. Видимо, самые главные конторы в Сербии. Мне интересно, эти букмекерские конторы сейчас разные линии дают на исход этого матча или нет? Верят в своих. Тринадцать ассистов против десяти в пользу партизана. Подборы за царвенной звездой. Очень много потерь. Пятнадцать звездой. Видимо, с семи так и остаются. Перехваты. Перехваты. Одиннадцать против трех в пользу белградского партизана. Как всем полезности на всю команду. Это лукавый, повторяю, совершенно индекс. Цифра, на которую почему-то в Евролиге обращают внимание. А вот написать, сколько тайм-аутов осталось у той и у другой команды, которые могут взять тренер, это они никак не сподобятся. А индекс изобрели. Но тайм-аутов много, потому что в третьей четверти никто тайм-ауты не брал. Только я помню, по коэффициентной полезности, кстати, по 22 у Зака Лидея и у Луки Билдос. Напомню, что у Нандо Декало набралось 30 баллов вчера в коэффициентной полезности. И он главный претендент названия МИПИ 21-го тура. Ну что, было 4 с лишним минуты, остается 2 с лишним. И, внимание, Недович на эти мгновения выходит. Не пересидел ли он на скамейке? Ну, наверное, нет. Но это интересно, кого заменил. Сейчас нам Артур расскажет. Скорее всего, Бранко Лазича. Мы посмотрим. Да, Лазича, да. Ой, прошел и тут же набрал 2 очка. Как нож. Не замерз. Да, сквозь масло, внимание. 20-й очко. Столько же было в предыдущем матче. Кранчтайм пошел. А Трифунович на паркете. Папа Петро. И он остается. Два баспутболиста с нулем. Самый ответственный момент. Трифунович, Трифунович. Хотел сказать, что делает Трифунович. Промахивается Трифунович и получает персональное замечание. Вот Урушу здесь впихает Матиас Лесор. Старик, ты ничего не перепутал? Мне фу? Да, Уруш. Иди на скамейку. И вот теперь мы точно, если не будет овертайма, Трифуновича... Вот, видимо, сейчас... Посмотрите, говорит. Вот, вот это он сделал. Ну, там наверняка набор каких-то непечатных слов. Трифунович, да. Четвертый фол, по-моему, Пантеру он огрел от души, да. Но спорит больше всего он, значит, пол ими. Ивен Пантер. Четвертый фол. Там удар был такой, прямо, не детский. Внимание, уходит. На защиту. Или там потянул что-то. Часто его меняет, когда команда... Следует защищаться, защищает атаку. Оппонентов. Но атака обязательно появится. Оппонент Недович. Это неизбежно. Ну что, Добрич? Ну, у него очень неплохо со штрафными. 80%. Луднина сегодня Добрич... Если 80, тогда сейчас должен промахиваться. Не мазал. Сегодня не мазал. Уже близко к 80. У него 3 из 3. С линии его сейчас четвертый, интересно. 4 из 4. Долгое время был 0. А прямо сейчас 13 набранных. Оппонент Недовича. Почти за полчаса игры. Таймаут Жилько Абрадовича. Да, очко разницы между командами. Это, честно говоря, напоминает предыдущий матч, который закончился со счетом 76-73. Не будем об этом забывать. И тут, может, что-то подобное у нас на табло возникнет. Да, очень похоже к этим цифрам подбираются и те, и другие. Хотя по сезону партизан аж на 10 очков больше в среднем набирает за игру. Но вот против Сравельной Звезды его показатели в 84 набранных балла за результативность в матче Евролиге куда-то деваются. До 84 не дотягивают. Потому что играют против одной из самых лучших команд по защите в этой Евролиге. Душка пришел, и защита стала еще лучше в этой команде. Пришел и порядок навел. Нанали, кстати, еще один человек, который выпал из ротации в этом матче. Он появлялся дважды на паркете в первой половине. И вот, то ли забыл, помощники не подсказывают Жилько Абрадовичу о наличии Джейта Нанали. Пришел ведь из Макаби и приходил явно не скамейку греть. Он там был в числе лидеров? Это старый знакомый Жилько Абрадович. Он у него играл в Фенербахче. И вместе они выигрывали Евролигу в 2017 году. У Сравельной Звезды не выходил только один баскетболист, Джон Холланд, который только и потрогал мяч. А он так с вичом и не расстается. Может, это доказание какое-то от Душка Ивановича ему? Возможно. У партизана играли все. Кроме одного баскетболиста, это Владимир Брадзянцев. Все-таки я про него забыл. Словака уже все-таки отправляет другую команду. Он ближе к возвращению Хабин тут, откуда пришел. Куда может и превратиться. Где Радюс, там и пригодился. Практически. Прессинг. Такой. Нет, масштабный прессинг все-таки. Посмотрим. Нет, нет. Ничего не подходит. Обозначали. Прессинг. Игроки Царвина Звезды. Ну что? Так, никаких Аврамовичей. Данте Экзом розыгрыш. Смотрим. Ну что это такое? Ну перестаньте. Нашли все-таки фолк. Ну. Там поглаживать друг друга никто не будет. Толкались наверняка оба. Смотрим. Ну Пантер продал. Ост мой. Обо всех. Обо всех стукнулся. Везде руки к небу вознес. И судьи купились. Лазич и Фолл. Не Митровичем. Лазич и Митрович сразу вдвоем ушли. Внимание, да, на скорое нападение. Но пока в защите придется постараться. Постоять, по крайней мере, посмотреть, как штрафные забивает Кевин Пантер. Сейчас каждое очко на вес золота. Такую банальность говорю, но... Но все оно так. Да, без нее никуда. Маркович тоже, видишь, выпал из ротации уже Душка Ивановича. Да, в роли зрителей оказались. Маркович, Холланд, Узбич. О, любопытно на защиту. А Ю Пантера, кстати, четыре замечания. Вот в чем дело. Мы-то думали, все, Трихонович отыграется. Нет. У всего лишь два замечания. Можно на себя еще и фол взять. Потеря! Ну, внимание, Недович прямо увидел, Трифонович растерялся и упал. Потеря него время. Плюс три. Для своей звезды. Сейчас Трифоновичу надо как-то уйти в угол и не отсвечивать. Еще и фол от Недовича. Да, домашнее судейство, говорите? Не, не слышали. Да, тут все дома играют, мне кажется. Мне кажется, по мячу Недович попал, но там Латышев стоял рядом, все видел и тайм-ау. Давай посмотрим. 74,71. Плюс три. Остается играть... 46 секунд. 46 секунд остается играть. Владение у партизана. Сейчас, пока она показывает статистику, она не играет большой роли. Понимаю, это последний тайм-аут от Душка Ивановича. Тут не готов никак прокомментировать, не знаю. Но, если сейчас партизан набирает хоть какие... А, сейчас он будет, собственно, бить штрафные броски. Да, штрафные броски. Значит, соответственно, плюс четыре или плюс пять. В данном случае небольшая разница. То есть, два владения нужно изыскивать тройнезвездию за 40 секунд. Ну, то есть, очень быстро атаковать. Точно. И все равно сколько? Два или три. Лучше даже, может быть, два. Фалить, я так понимаю, не могут игроки партизана. Это два штрафных броска. Сейчас мячик будут вручать внимание Недовича. А здесь мой коллега Артур Пакостян нашел какого-то известного человека, которого показывают на трибунах. А он неожиданно не знал, не знал. И вот. Да, это президент тройнезвезды не больше Чович. Его часто показывают, чуть ли не через каждые пять минут. Он возникает рядом с Хасаном Мартином и Факунда Камбас. Всей душой и сердцем переживает за свою команду. Еще бы. Напомню, если партизан сегодня добьется победы, то борьба там за подвал кубковой восьмерки обострится. Обострится очень сильно. И плюс реванш возьмет партизан. Боже, Данте Экзум. Это шанс для цены. Данте Экзум. А у него со штрафными в этом сезоне... Сейчас мы вам скажем, сколько у него со штрафными в этом сезоне. Какие... Процент восемьдесят семь. Восемьдесят семь. Еле-еле один из двух. Так, ну хорошо. Четыре очка разницы. Сейчас можно и два набирать игрокам звезды. Главное, это делать чуть-чуть быстрее. Вильдоса. Ну а кто еще? Пошел. Проход пошел. Пропустили. Пусть банк берет. Нет, нет, нет. Сейчас копируют тайм-аут. Нет, замену показывают. Не тайм-аут, замену. На атаку выходит Кевин Пантер. А Вильдоса убирается с... Неманья Недовича... С защитных построений. Скорее всего, у Добрич и Лазич. Да, естественно. Там можно даже не проверять. Ну а теперь 24 секунды на атаку. Должны использовать игроки Партизана. Если попадут, то это, скорее всего, победа. А вот если будет промок, то шанс остается. Очень известно. Какое-то количество секунд. На владение. Папа Петру тут занимает правый угол. Все-таки пол. Да. Пол на Экзуме. Хотя оставалось 5 секунд. Но Лазич даже не спорит. Не доцерпели. Давайте посмотрим, что там было. А, вот. Пол против Экзума. Не против Экзума, да. Не против Экзума, да. Не против Экзума, да. Не хватило 5 секунд. Все не известно, чтобы обращаться чисто Дмитровичу Меладичу. Дмитровичу Фол? Дмитровичу Фол. Все-таки в борьбе с Экзумом, видимо. А с кем еще? Сейчас мы проверим. Нет, на Экзуме, что-то какого-то. На Экзуме. Протокол, да, нам как раз-таки говорит об этом. Протокол может ошибаться. Вспоминаю вчерашнее Эль Классику, когда Фол записали почему-то на, по-моему, Сатуранский. А Фольо, очевидно, веселый. Там Чехов перепутали. Так, Пантер ушел. Так, Пантера на защиту не оставляют. Четыре Фола, да. Вильдоса вышел на атаку. Вот сейчас все будет зависеть от того, Экзум 2 кладет или 1. Потому что там уже все расклады ясны. У нас пропала картинка. Но мы с вами можем и так догадаться. Нет, к сожалению, нет у нас картинки. Все нормально, все возникло. 77-73 такие технические неполадки за это приносим мы. Ну, 4 очка, да. То есть два раза попал. Танте Экзум, это был? Это Фол, конечно же, и правильный Фол ставит Луку Вильдосу на линию штрафного броска. Но им-то нужно, им нужно забивать 3, а не 2. Ну, в данном случае, конечно, 3 предпочтительные. Потому что за 11,1 секунды сейчас трена будет фалить моментально. И для этого внимания Недович не нужен. Вильдоса. Ну, 2 попадет. Тут я верю в аргентинца. Быстрый фол. На ком нужно, чтобы получали люди типа Экзума, которые хорошо реализуют штрафные броски. 26-ю очку для Вильдоса. Это все не важно. Сейчас это все не важно. Важно затащить игру. Ну, Экзуму нужно отдать мяч-то, ну. Так, успели. Что там, там же, там же Добрич валяется. Да, вполне свистами. Все-таки там уже Экзуму валят грубовато на Данте. Так, челлендж. А какой челлендж? Челлендж, ну, кто знал, что там, мне кажется, просить челлендж? Как, то есть, что? Уже заигранный пизод. Ну, во-первых, они же не могут. Они могут 11-1, да, то есть, примерно, отмотать 5 секунд. Хотя посмотрим, что было. Вот он, Добрич. Ну, с этой камерой не видно. Может быть, кстати, и задел Данте. А может быть, пытался так дешево развести судейскую бригаду Огнин Добрич. Да, блещет артистизмом, но судьи ему не поверили. Так. Видеопросмотр. Интересно. А что-то будет проверять. Эпизод-то заигран уже. Давайте дождемся титра. Альтер-экшен коуч челлендж, да. Физикал альтер-экшен. Давайте посмотрим. Вот отсюда будет неплохо видно. С самого начала. Смотрим. Сейчас нормальная скорость. Нормальная скорость. Не, я думаю, это белградский драматический. Мне кажется, не задевал Данте Экзун лицо, за которое схватился Огнин Добрич. Да нет, конечно. А-а-а. Ты знаешь, может быть, лбом он и задел. Это не может, наверное, было на самом деле. Ну да, здесь ничего такого. Физикал альтер-экшен, да? Это можно перевести дословно, как физическая ссора. Вроде не ссорились, баскетболисты. Он сейчас, честно говоря, нецензурное высказывание. Мы слышим с тригуна от болельщиков «Целенной Звезды». Ну это нормальная практика. Это я тоже переводить не буду. Нет смысла. В общем, арбитры принимают решение, что никакого умысла ни с чьей стороны в столкновении Данте Экзума и Огнина Добрича не было. Фол нужно засчитать на Данте Экзуме уже спустя 5 секунд на другой половине площадки, на половине «Цервены Звезды». И вот Душка Иванович просит тайм-аут, понимая, что арбитры решение приняли, и оно окончательно. Да, «Цервене» не позавидуешь, но это лишь обострит борьбу. Посмотри, пожалуйста, обращаюсь я к Артуру Погасяну, турнирную таблицу. В Евролиге после 21-го тура победа делает у двух белградских команд одинаковое количество. 10 побед и 11 поражений. И они будут по-прежнему занимать цатые места, да? Да, если, конечно, «Виртус» не победит сегодня. А как там у «Виртуса» дела складываются? Они же уже начали играть. Поверим, пока они проигрывают Баварии в Мюнхене, 18-22, там вот-вот начнется вторая четверть. Да, у нас еще три матча параллельно проходят. «Баскония» и «Эфес», вот, кстати, игра, которая повлияет на расстановку сил здесь на стыке кубковой и не кубковой восьмерки. 41-41 сейчас, ну, я по своим, 43-43, окей. «Олимпиакос» Макаби, 31-27, вторая четверть. «Бавария» Виртус, 22-16, первая четверть. Возможно, там уже какие-то изменения есть, но незначительные. Но первая четверть еще все возможно. Но главное, конечно, сейчас партизанам удержать это преимущество. Думаю, что справятся подопечные Абрадовича. Все пока за них, тем более «Экзум» на линии штрафного броска. У «Экзума» уже есть один очков у него на данный момент 18, то есть 20-ку может выбить «Австралиц». И чуть менее 6 секунд на спасение. Ну, посмотрим. Если очко хотя бы раз промажет «Данте», то 6 секунд вполне хватает игрокам. Шот там начертил «Душка Иванович» в последнюю атаку. Попадает «Экзум» и «Овертайм» в своей команде как минимум обеспечивает «Австралиец». Оцелен на подбор нападений на всякий-то пожарный. В случае промаха «Матья Слесор», но не мажет. «Данте Экзум» не мажет. «Данте Экзум» точен. 79-75 не нужно трогать никого из «Бастаболистовственной звезды». Пусть бросают. И пусть даже попадают. Ого! Внимание, Недович! Но, похоже, вместе с «Сиреной» Недович попадает. Давайте мы сейчас дождемся. Ну, все пожимают друг другу руки. Видимо, тренеры все все поняли. А нам все-таки придется дождаться с Артуром Погасяном повтора этого эпизода. И тут сразу уже секьюрити появились. Арбитры уходят. Во-первых, победы, да. Сейчас посмотрим. Засчитают. Да, естественно, засчитают. Но, действительно, время истекло вместе. Хотя, ты знаешь, там 0,2 секунды. На этом, в любом случае, бы не помогло. Оставалось. Не помогло бы это. Арбитры быстро покинули. Это Белград. Тут, знаете ли, если домашняя команда, тем более, в дерби уступает, спасаться надо всем, кто на арене. От всех тех, кто на арене. 79-78. Гостевой успех «Партизана». Реваншировались. Да, во-первых, реваншировались, о чем мы говорили. Во-вторых, обостряется борьба на стыке кубковой восьмерки и остальных команд, которые не претендуют на ПЛО. И это самое интересное, что может быть. Смотрите Евролигу, любите Евролигу. Спасибо, что были с нами. Я прошу вас об одном. Беречь себя. Артур, не знаю, о чем скажет. Артур Пакасян и Павел Черемисин для вас комментировали. Это горячее дерби. До новых баскетбольных встреч. Всем до свидания. Спасибо.